Всем привет, с вами Герман. И сегодня у нас уже АЗЛК Универсал. Стоит он также 100 тысяч. Всё, у нас последняя машина, последняя похожая машина на предыдущие. Остальные пойдут уже нормальные. Что я могу сказать по ней? Тут задний привод. Задний привод. Эта машина мне нравится намного больше. Во-первых, потому что она Универсал. Универсалов на сервере не так же много. Выглядит она действительно прикольно. Ну, по двигателю. Тут вообще двигателя нет. Смотреть на него не надо. Багажник открывается. В багажнике ничего лишнего нет. Машинка очень даже ничего. Мне вот моделька нравится. Сама вот качество его. Этот вот зад прикольный, такой классический. Смотрим от первого лица. Ну, скорее всего, тут всё будет мерцать. Это всё тот же АЗЛК. Выключаем это всё. И едем на тест-трек. Пока я ехал, я, во-первых, заметил, вот видите, вот эту вот тряпь на левом крыле. Вот это единственный, наверное, косяк автомобиля. Он исправляется нажатием левой кнопки мыши при включении фар. Вот, включаешь фары, всё. Всё в порядке становится с машиной. А насчёт подвески я могу сказать, что эта машина, в принципе, чуть повыше, чем остальные москвичи. То есть на них, на этой машине, наверное, полегче будет ехать по бездорожью. Но мы сейчас посмотрим. Может быть, даже подальше проедем. Вот. Мне показалось, что эта машина вроде как повыше. Она лучше себя ведёт. Вот. Но где-то машина выигрывает, где-то проигрывает, да. В принципе, так же её носят, но довольно бодрее она едет в любом случае. Вот. Получше, получше. Я бы не сказал, что она прям совсем прыгает. Вот. Чувствовать себя, наверное, бездорожью получше, мне кажется. Вот. Но она не так прыгает, она всё-таки поувереннее тут ездит. Да, эта машина также можно раскачать на большой скорости. Если перевернуться, она, наверное, конечно, не перевернётся. Максимальная скорость у неё 76 км в час. Моделька довольно тяжёлая, поэтому разгоняется медленно. И на хороший результат на тест-треке можно даже и не надеяться. Ой, там какие-то мотоциклисты. Я надеюсь, что они мне... О-о-о-о, нехорошо. Они тут перестреливаются друг с другом. Только не прокали мне колесо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо меня стрелять. Спасибо. Я этого и хотел. Ну, вроде как, пробитое колесо не должно повлиять на нашу максимальную скорость там, на ускорение, на всё такое. На поворачиваемость, конечно, Повлияет, тем более у нас задний привод У нас сейчас машинку будет сносить Подрифтим немного, если, конечно, получится Ну вот зачем он это сделал, а? Зачем? Я его трогал Я спокойно его объехал Ну ладно, это все-таки его дело Повеселиться, конечно, хочет каждый Его обвинять не буду Вот, я не знаю, может быть, я Я сам бы, наверное, так сделал В принципе, в принципе, да Ну что? Все, прошлый пирожок у нас проехал за минуту 12 За сколько проедет этот автомобиль С учетом того, что у него пробито колесо Но это ни на что не влияет, ГТА Так что все в порядке Так, становимся на позицию И отсчет Раз, два, три, поехали Все, едем Ну, разгоняется плоховато, плоховато Но у нас тут есть небольшое преимущество Главное им грамотно сейчас Грамотно его использовать Занос? Нет Не хорошо Главное Не переусердствовать, я хотел сказать И все пошло не по плану Хорошо Будем более Более Внимательно входить в повороты Не будем сильно тормозить Не будем сильно, там, не знаю, поворачивать Как-нибудь сориентируемся И дубль номер два На старт Внимание Марш Уже сколько раз у меня получалось так Что, типа, мне мешали на тест-треке Я сам когда-то ошибался и все такое Но в этот раз, в принципе, должно все получится Я как будто на льду Я боюсь подскользнуться и упасть Ну, как бы подскользнуться и упасть Упасть-то мне тут не получится У меня получится съехать с трассы И потерять драгоценное время Ну, в принципе, тут уже можно примерно понять За сколько проезжает этот автомобиль Кстати, еще по управляемости Я могу сказать, что он управляется лучше Остальных москвичей Намного лучше То есть управление у него Очень даже неплохое Не сказать, что бы идеальное Но, ну, хотя бы поворачивает Хотя бы не такой он дубовый Этот москвич Вот, в принципе, нормально Нормально проходим Пока что Ну, тут немного срежем у нас Колесо пробитое Я боюсь не въехать Не знаю Не могу пока сказать Помогает ли мне покрышка Ну, нет, не помогла она мне И драгоценное время Драгоценные секунды Будут потеряны Но это не так важно На такой машине Вот Главное, вот, вам ее просто показать Потому что, ну, едет она примерно одинаково Как все и москвичи Вот, и все такое Ну, давайте пересечем линию Вот, и мы доехали за минуту 26 Но это, в принципе, ничего не значит Нам помешали И все такое Давайте разобьем автомобиль Посмотрим на повреждения Повреждения тут все Такие же Как на всех москвичах Не особо реалистичные Вот, мне они не очень нравятся Давайте посмотрим Давайте Оглянем повреждения Вот Что мне не нравится на таких машинах На москвичах То, что у них оторваются вот крылья И без этих крыльев машина Прям вот какая-то совсем нереалистичная Тут просто черная текстурка под крыльями И это прямо вообще портит вид очень сильно Я это оторву? Это крыло оторву, нет? Давай, вот, все, оторвалось Есть ли еще и багажник Точнее капот оторвать Это вообще будет страх и ужас Непонятно, что это Какая-то, знаете, недоделанная машина Ну, все-таки 100 тысяч стоит Вот, зато можно вот погрифтить Такой автомобильчик Я не советовал бы его, конечно, покупать Вот, если только ради стиля Ну, абсолютно у него никакого толку нет Если только вот Он универсал В принципе, кому нравятся универсалы В игре универсалов практически нету Вот, всего-то вот один Еще у меня приор универсал Ну, у меня с мокфаком какие-то проблемы там Вот, ну, короче Вот такой-то у меня обзор получился Вот, следующее, что буду делать Следующее будет Волга у нас 21 Пойду на нее копить А с вами был Герман Всем удачи, всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!